Исполнение майских указов президента обойдется в 2 триллиона рублей. В правительстве ранее уже признали, что в текущей экономической ситуации ряд поручений выполнить в срок не удастся. Напомню, указы эти касаются долгосрочного социально-экономического развития России. Владимир Путин подписал их 7 мая 2012 года, в день своей инаугурации. В них прописаны предвыборные обещания Путина. Речь в частности идет об увеличении производительности труда к 2018 году в полтора раза до уровня 2011 года. Создание модернизации 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Увеличение размера реальной зарплаты в полтора раза. Повышение к 2018 году средней зарплаты врачей, учителей и научных сотрудников вузов. До 200% от средней зарплаты по региону. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. У нас в гостях член Президиума опоры России, активист Объединенного народного фронта Юрий Савелов. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте, Юрий. Да, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Вадим Соловьев. Здравствуйте, Вадим Георгиевич. Добрый день. Депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Александр Романович. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте. Ну, давайте мы также пригласим к этому разговору наших слушателей. Уважаемые слушатели, вы можете позвонить нам по телефону 65 10 99 6, код города 495, и задавать свои вопросы, либо комментировать текущую ситуацию, которая сложилась с майскими указами президента. Мы также хотели бы спросить вас, верите ли вы в то, что удастся выполнить майские указы президента в срок, да или нет? Пожалуйста, звоните и отвечайте. Господа, ну, сначала давайте расшифруем все-таки, что это за майские указы, потому что многие не понимают, о чем идет речь. То есть, вскользь я об этом сказал, но на самом деле, о чем идет речь конкретно, мало кто понимает. Мы уже привыкли к тому, что у нас есть майские указы президента. Что это в расшифровке? Хотелось бы понять. Александр Леонидович. Известно, что во время президентской кампании, во время выборной кампании были сформулированы, программы не было, а были статьи, соответствующие, по соответствующим направлениям. И после победы на выборах, или в момент инаугурации были подготовлены вот эти указы, которые прописывают или определяют те параметры, которые необходимы для того, чтобы реализовать те задачи, которые были поставлены в статьях. Вот так появились эти указы. И касались они в основном социально-экономического блока? Ну, как сказать, если мы говорим о производительности труда, это не только социально-экономический блока, это экономика, создание рабочих мест, это экономика и социалка, повышение заработной платы, это социалка и экономика, это все взаимосвязано. Там и военный промышленный комплекс был, и не то. Безусловно, безусловно, да. Это все то, где мы должны осуществить некий прорыв. И сроки были поставлены конкретно. За реализацию этих задач, поставленных в указах, отвечает правительство Российской Федерации. Буквально накануне о результатах его работы мы можем сегодня поговорить, наверное, я так думаю. Вадим Георгиевич, ну а почему тогда под вопрос ставится именно выполнение этих указов? Вы знаете, я хочу добавить еще как юрист о том, что указы это не благие пожелания, а это нормативные документы, которые обязательны к исполнению. И поэтому те люди, которые несут ответственность за исполнение указов, они обязаны выполнить эти документы. И альтернативы этому не дано. Если указы не будут выполнить, то должна наступить ответственность юридическая. Ну понятно, шаг-фрага, шаг-лево расстрел, я понимаю. Нет, ну зачем расстрел? У нас виды ответственности различные, если конституционная ответственность, дисциплинарная ответственность, есть кадровая ответственность и так далее. Но я просто хочу сказать, что это не благие пожелания, а это обязательный документ юридический, который правительству обязано выполнить те сроки, которые президент поставил. Иначе за невыполнение должна наступить ответственность юридическая. А это ответственность не прописана? Нет, ну она не обязательно в указах прописывается, она общая, да, тем более, что, насколько по моей информации, глава администрации президента сказал о том, что готовится специальный документ об ответственности за невыполнение указов президента. В каком виде это будет? А вам неизвестно, в кулуарах не говорят, о чем идет речь? Ну, ответственность, она в моем понимании будет и должностная, и дисциплинарная ответственность, да, за невыполнение. Значит, потому что чиновники в соответствии с законом обязаны выполнять те нормативные акты, которые действуют в нашей стране. Плюс президент недаром обратил внимание министров наших, да, и правительства на то, что под его указы должно быть разработана конкретная программа действий этого министерства и правительства. Поэтому в моем понимании, как юриста, это общеобязательная норма, которую правительство должно выполнить. Значит, теперь вопрос о том, что, да, сроки и подведение итогов, и президент сам назначил дату, указал о том, что в конце года все министерства... 23-го, по-моему, числа они будут заседать. Да, должны отчитаться о своей деятельности, значит, и уже и будет дана оценка президентам о том, как каждый министр и правительство ЦВЛ выполняет его указы. Значит, с моей точки зрения, плохо выполняются эти указы, да. Минэкономразвитие, говоришь, да, но две трети, две трети вроде как выполнили, говорит Минэкономразвитие. Позвольте, но есть же такие указы, которые действительно очень тяжело выполнить, понимаете? Ну, какие, Юрий Александрович? Сейчас я, Юрий Михайлович, да, я сейчас, да, я приведу сейчас пример, допустим, или те, которые сложно выполнить до конца. Допустим, смотрите, вот повышение заработной платы учителей, вроде хороший, нужный указ, да, соцсфера, медицина, учителя, что сделали в регионах? Заработную плату повысили, а часть учителей уволили. Понимаете, да, отчитались. Уровень заработной платы прошел повышение. Но мы даже знаем причину, почему так произошло. Нет, неважно. С одной стороны, да, мы выполнили регион, а с другой стороны, мы уволили учителей, людей оставили без работы. Такой пример. Или, допустим, пример, когда надо устроить на работу инвалидов. У нас с вами 2 миллиона инвалидов. Целая армия людей достойно. Как выполнить этот указ? Вы можете себе представить, вот как их устроить? Какую программу надо прописать? Сколько надо поработать? Это даже не сложно выполнить. Или не то, что не сложно, это еще можно сделать. А вот чтобы обеспечить работу матерей, сидящих по уходу детьми, да, 4 часа им дать работу. Вот здесь я даже себе представить не могу. Почему? Да потому что там разные люди, разные женщины, от 18 до 45 лет, вот, занимающиеся до рождения разными профессиями, да, разной работой. Машинисткой, там, в поезде, затем девушка работает кондуктором, допустим, к примеру, да, и она, значит, становится матерью, и вот там надо обеспечить работу 4 часа. Как это сделать? Указ вроде тоже нужный, но вот я даже себе представить не могу, да? Ну, была программа по удаленной работе, насколько я помню. И по удаленной, правильно, но как это сделать? Все люди разные. Если она работала проводником, что им можно предложить на дому? Вы можете себе представить, да, вот сколько собрать профессии, они все завтра становятся материальными? И что делать с этим? Хороший указ, ну, как его выполнить? Так же и с инвалидами, это надо всех разбить. Сколько инвалидов в регионе в каждом живет, да? Насколько они работоспособны? Ну, можно все равно сделать. Это привести на скрупулезную работу. Что они могут делать? А вот как же быть с теми, которые по уходу за детьми? Сергей Михайлович, вы хотите сказать, что есть нереальные? Совершенно верно. Совершенно нереальные для выполнения. Нужные, но чтобы их выполнить, они, конечно, нереальны. Вот так вот. Что-то частично, чуть-чуть можно сделать, можно в эту сторону смотреть, ну, отчитаться за них. Вот чтобы конкретно, да, допустим, мы устроили матерей столько на такую-то работу. Вот цифру назвать, но она конкретная. Ну, это очень сложно. Практически невозможно, да. А я говорю, что с инвалидами можно сделать. В регионе есть 100 тысяч инвалидов. Вот их можно всех разбить по работоспособности. Да, что можно предложить им. Они же не должны ездить из своего города дальше, там, километра или двух. Ну, да. Понимаете, все это сделать, и то можно. А вот мамы у нас, да, с ними гораздо сложнее. И таких очень много, допустим, ну, не много, а вот пожеланий президента, или как указ можно его сказать, о доступном жилье. Желающих столько у нас, да, что мы не можем. Там в регионе надо, там, 10 тысяч квартир. Мы в лучшем случае даем 100. Давайте мы продолжим более конкретно говорить по поводу указов сразу после новостей на Афинам. 65 10 99 6, код города 495, звоните, задавайте свои вопросы. Исполнение срока майских указов президента под угрозой. Это тема нашей сегодняшней программы, и мы обсуждаем ее вместе с нашими гостями. У нас в студии член Президиума опоры России Юрий Савелов, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Вадим Соловьев и депутат Государственной Думы, член фракции Справедливая Россия Александр Романович. Итак, давайте поэтапно. Какие указы реально невозможно выполнить? Александр Леонидович, на что вы бы обратили в первую очередь внимание? Вот когда мы говорим о таких серьезных вопросах, как создание рабочих мест, как повышение зарплат бюджетникам, когда мы говорим о необходимости, значит, ну, такого бурного экономического роста, конечно, если мы посмотрим на ту экономическую ситуацию, которая сложилась после 2012 года, которая складывается в 2013 году и которая сложится в 2014-2016, то реально... Нереально это сделать. Реально добиться выполнения тех указов или положений, которые в этих указах к 23 декабря невозможно. Но выполнять эти указы необходимо в рамках определенной ситуации, которая складывается, и многое зависит от того, как правительство складывает свою экономическую политику на следующие годы, да, ведь будет они выполняться и 14, и 15, и 16. И вот когда мы посмотрим на тот бюджет, который утвердили большинством... Буквально на прошлой неделе. Буквально на прошлой неделе. И вот здесь возникают вопросы. Будет выполнено или не будет выполнено. Но вы... Вы же не голосовали за этот бюджет, поэтому скажите, будут или не будут? Минуточку, разрешите. Значит, когда, говорит, вы голосовали, я не голосовал, коллега, по-моему... КПРФ не голосовала, фракция не поддерживала. Поэтому, когда вы говорите о том, что Дума проголосовала, надо делать оговорку. Большинство Думы проголосовало, потому что оппозиция голосовала прочее. Я объясню, почему. Вот мы конкретно говорим о создании новых рабочих мест. Мы говорим, для того, чтобы создать новые рабочие места, нужно развивать определенные направления отрасли промышленности. Мы говорим, что вот ситуация складывается в авиационной промышленности, такая же аховая складывается. Мы говорим, что коллеги предлагают добавить на развитие авиационной промышленности, предлагают добавить на развитие прибора строения, на вот эти базы в отрасли, которые могут дать импульс, потому что у нас есть задел, у нас есть возможности развиваться в этом направлении, есть база. Мы добавляем 300 миллиардов на автомобили, но наши просьбы добавить на или переориентировать часть тех денег, которые идут на автомобили, из 300 миллиардов, хотя бы 150 дать на авиастроение, оказываются без внимания. Каким образом мы будем увеличивать производительность труда? Возьмем сельское хозяйство. У нас страна, вот посмотреть на страну, это сокровище для сельского хозяйства. Сельское хозяйство может развиваться, в том числе и выполняя указы президента, только если есть государственная поддержка. Другого пути не будет, это во всех странах в мире. Мы на поддержку сельского хозяйства в этом бюджете закладываем 0,4% от ВВП. В приличных странах это не меньше 10, а в некоторых и больше. Вы понимаете, вот этим самым мы создаем дальнейший экономический тупик для выполнения указов президента. Как по созданию рабочих мест, рабочие места не будут, они будут сокращаться, например, в том же сельском хозяйстве, в авиастроении, они будут сокращаться. Мы не позволяем тем самым развивать эти отрасли, тем самым мы не даем экономических средств для повышения зарплаты и так далее. Мы самое страшное, что будет происходить, извините, я говорю страшное, но неприятное, что будет происходить в ближайшие годы, это понижение потребительского и инвестиционного спроса. Оно уже происходит. Оно уже происходит. И это 20-30% теряем в этом году. И это все закручено вот на эти вот, казалось бы, не связанные с указами положения. Вот именно поэтому, в том числе и наша фракция, голосовала против того бюджета, который представлен правительством. Потому что мы считаем, что в этих условиях не выполнить указы президента, которые во многом являются указами, ну, будем так говорить, социалистического, стал демократического направления, да. В том числе наша фракция и партия поддержала многие из этих указов, содержащиеся в них положения. Но получается так, что по тем лекалам, как скроена наша экономика, как скроена наша политическая система, она не скроена по этим лекалам. Она скроена по лекалам, ну, либерально-консервативного подхода. Вот мы так и не можем поменять шкалу налогообложения. Вот встали на 13% и все платят 13%. Ну как? И те, которые получают по 100 миллионов, и те, кто получают по 12 тысяч рублей. Но мы же прекрасно понимаем, что повышать налоги, да, о которых шла речь еще в начале, по-моему, кризиса, мы уже опоздали. То есть, ну, опоздали по экономическим соображениям, и все экономисты об этом говорят. Вадим Георгиевич, ну, вот вы говорите, что вы не голосовали за бюджет. Вы умыли руки? Или вы что-то предлагали? Нет, ну, конечно, конечно. У нас альтернативная программа разработана. Разрабатывал Юрий Дмитриевич Маслюков. Вы помните, он у Примакова в правительстве был вице-премьером, который руководил промышленностью. Которые за два года вытащили страну, когда дефолт Кириенко тоже один из лидеров либерального курса направления. Значит, довели страну до дефолта, обвалили его, и пришли коммунисты. Значит, в течение двух лет вытащили страну из кризиса. После того, как вытащили, они оказались невостребованы. Значит, поэтому наша экономическая программа, она как раз продолжение того курса правительства Примакова-Маслюкова, который они проводили. Которая позволяет, еще пока позволяет, переориентирует нашу экономику с сырьевого вектора развития экономики на нормальную экономику. В первую очередь с развитием высокоточных, высокотехнологических отраслей промышленности. В том числе и машиностроения, авиастроения и так далее. Действительно, что такое 200 миллиардов поддержка правительства нашей промышленности? Да это вообще ничего. И то же самое с сельского хозяйства. И снова мы закладываем на три года развития доходы от продажи сырья, от продажи нефти и газа. Если мы в этом направлении будем двигаться, ну о каком выполнении указов президента будет идти речь? Мы не только 25 миллионов не создадим, мы потеряем даже то, что сегодня у нас есть. Вот в чем опасность. Да, но по большому счету речь должна идти не только о выделении денег из бюджета. Тут нужно создавать и условия для того, чтобы... Есть такая формулировочка ГЧП. Не подумайте, что только ГЧП. Государство частное партнерство называется. О нас на таком зачаточном виде, что о нем говорить мало очень. Мы говорим об этом. Но если государство не будет поддерживать, я хочу вернуться к разговору о 25 миллионах в высокооплачиваемых рабочих местах. Мы, конечно, думаем, как мы опору России, малый и средний бизнес. Конечно, это можно было бы решить за счет малого бизнеса и среднего частично. Но государство опять в эту сторону очень плохо смотрит. Хотя Жуков, вот мы проводили бизнес-форум буквально неделю назад, он сказал, что понравилось. Что ОСА так никогда вопрос не стоял в правительстве о поддержке малого и среднего бизнеса. Сейчас мы только об этом говорим и думаем. Если быть честным, конечно, они и раньше так говорили немножко. Но сейчас он жестко сказал. Мы сейчас будем все делать для того, чтобы вот эти места там компенсировать. Вот этот вот указ на 25 миллионов в малом и среднем бизнесе. Первое, что сделано, первый шаг. Раньше давалось по 5 миллиардов на весь малый и средний бизнес поддержки 2-3 года назад. Сейчас они из национального резерва благосостояния выделили 100. Ну почему 100? Может быть 300 надо, да? Может быть 200. Ну кто считал. Да, кто считал, кому что-то нужно. Но я хочу еще подвинетить, знаете, и открыто было сказано, дорогие друзья, мы можем не досчитаться из этих 100 миллиардов, там, 10, максимум 15 из процентов. А понятно, как мы их можем не досчитаться, да, там, ну, будут растащены, грубо говоря. То вот эффект от 85 от 90 миллиардов может быть очень сильный. Буквально в течение полугода-года. Если рационально будут использованы эти средства, действительно, в поддержке малого бизнеса. А сейчас есть условия для того, чтобы рационально использовать эти средства? Потому что когда создается малое предприятие, допустим, в Москве, чтобы снять тоже помещение. Совершенно верно. Огромное количество всяких нововведений. Разговоры, да, разговоры. Точечных вещей, при которых ты понимаешь, что я не буду открывать малый бизнес. Совершенно верно. Разговоров очень много, направлений очень много. Ну, чтобы вот, у нас, знаете, какая программа, под каким лозунгом мы проводили программу бизнес-форум? Территория бизнеса, территория жизни. Соответственно, если в каком-то регионе есть бизнес, в муниципалитете, знаете, у нас есть такие примеры. Там, Статский район, Уральская губерния. Там у них было 50 зарегистрировано этих участников бизнеса, ИПшников. А через год стало 500. Мы подумали, что это фельсификация. Поехали, наш президент ездил туда, Брачалов. Вот нет. Это было все очень просто. Люди просто захотели. Знали, как это это. Захотели. Положили на эти силы маленькие средства, которые были возможны. И они уже... Сейчас идет разговор о том, чтобы они там налоги получали. Но это немножко другая тема, да? Вернемся лучше вот к... Я хочу сказать о том, что поддержка малого и среднего бизнеса, это одна из пунктов той программы, о которой я говорил, которую компартия предлагает. Но поддержка, она должна идти через... В том числе, через увеличение финансовых потоков для поддержки малого и среднего бизнеса. А вот эта сумма, которая названа, 100 миллиардов, да, это тоже... Она не решает проблему по нашему мнению. Не решает. А где взять деньги для того, чтобы поддерживать малый и средний бизнес? Значит... Вы говорите сразу... Нет, я могу ответить на вопрос. Я в школе руку поднимаю. Я скажу вам, где взять деньги. Я хочу сказать. Этот вопрос нам часто задают, в том числе, представители малого и среднего бизнеса. У нас уже разработана соответствующая программа. Для того, чтобы получить деньги на новую индустриализацию и поддержку малого и среднего бизнеса, мы должны провести национализацию природных ресурсов. В первую очередь, нефть и газа. Это сложно сейчас. Давайте пойдемте по другому пути, более простому. Это одно из основных направлений нашей программы. Значит, хочу сказать о том, что мы опираемся при этом на конституцию нашей страны, где четко написано о том, что природные богатства принадлежат народу, а не олигархам сырьевым, которые сегодня качают нефтегаз и забирают 70% прибыли. Хотя во всех странах, и арабских странах, и северных странах, которые делали индустриализацию за счет нефтегазовых денег, там государство 98-97% получало доходов. Давайте мы с вами продолжим говорить об этом сразу после новостей на Афинам. 65 10 99 6, код города 495, звоните. 65 10 99 6, код города 495, звоните нам, задавайте свои вопросы. Мы сегодня обсуждаем проблему майских указов президента. Почему исполнение этих указов в срок под угрозой? У нас в гостях сегодня член Президиума опоры России, активист Объединенного народного фронта Юрий Савелов, депутат Государственной думы, член фракции КПРФ Вадим Соловьев и депутат Государственной думы, член фракции Справедливая Россия Александр Романович. Вадим Георгиевич, вы не закончили свою мысль. Да, я хочу сказать о том, что помимо финансовой поддержки, кредитной поддержки малого и среднего бизнеса, нужна серьезная поддержка с точки зрения обеспечения энергоносителями наших малых предприятий и средних. И если нефть и газ находится, и электроэнергия в руках у государства... Юрий Михайлович говорит, что двигаемся в правильном направлении. Может быть, двигаемся, а может и не двигаемся. Я хочу сказать о том, что в программе у нас зафиксированы эти моменты. Хочу сказать о том, что если мы наносители будем на льготных условиях отпускать нашему малому и среднему бизнесу, многие вопросы будут сняты. Потому что электроэнергия сегодня, рост электроэнергии, мы сегодня фактически второе место в мире после Болгарии держим по росту электроэнергии. И на 30, на 40 процентов опережаем Европу и Америку. Значит, нужны серьезные налеговые льготы. Особенно для тех предпринимателей, которые начинают только действовать. Лет на пять их надо освобождать. Да, мы пока действуем совсем наоборот. Значит, плюс, действительно, вы сказали правильно о том, что арендная плата сегодня полезла, да? Да. Особенно в крупных городах. Которая ставит практически многих предпринимателей на... Хотя предложение огромное количество на рынке. Я вот так посмотрел. Предложение превышает спрос. А вам, чтобы содержать это помещение, вам лично, как владельцу, допустим, или как государству, платить за это не надо. Поэтому вам нет смысла понижать цену. Вот вы делаете, что там 500 долларов за метр. И все. Месяц у вас не снимают, два, через три месяца снимут. Конечно. Вам эти два месяца, ну ничего, вы не получаете, зато вы получите сразу много. На год сдадите надо. Поэтому, я думаю, если бы мы выстроили вот эту систему, действительно, неголословные заявления и утверждения, премьеры там себя все время бьют в грудь и кричат о том, что они будут малый бизнес поддерживать и средний. Сколько у нас 10% ВВП малый и средний бизнес? В Китае их декоммунисты и власти 60% ВВП дает малый и средний бизнес. А рабочих мест сколько он дает малый и средний бизнес в Китае? Сколько людей там занято? 60% имеется в виду от оборота, да? А людей-то сколько работают? Там была долгосрочная программа, и она очень долго выполнялась. И совершенно не слабо. Какая долгосрочная программа? Как долго выполнялась? Они с 90-го года как начали шагать потихонечку? Ну да, я согласен. У них сейчас своя регрессия есть. Это можно отдельно говорить. А я, позвольте, скажу, что деньги взять, как говорится, проще. Это самый главный вопрос. Пожалуйста, пожалуйста, я на него отвечаю. Дело в том, что на закупке в 2014 году, если я не ошибаюсь, пусть депутат меня поправит, государство планирует потратить 7 триллионов 500 миллиардов рублей. Да, цифру я правильно называю? Вот. А вот теперь давайте друг друга спросим. Как вы считаете, сколько будет нормально, хорошо? Украдено. Нет, не украдено. Нет, я имею в виду, использовано, освоено, да. И сколько будет не освоено? Вот как вы думаете? Я называю цифру в 2,5 триллиона. Что не будет, они освоены, они просто уйдут. Вот я называю своего опыта, я там член комиссии. Не целевое использование будет. Знаете, нужно, вот не нужно, давайте его построим. Такое, что же бывает? У многих вопрос. Подскажите, где этот ручеек? Где? Как понять, где? Куда уходят эти? А, куда? Ну, это уж, наверное, не ко мне вопрос. Вопрос к компетентным органам. Вот, понимаете? Вот здесь бы навести порядок. Мы об этом говорили. Налоги сейчас будем у малого и среднего бизнеса собирать. Там, милиция сейчас будет, следственный комитет подключен. Я уже об этом говорил. Сейчас наступит своим кованым сапогом нам на горло, я имею в виду коммерсант. Всеми путями опять будут заказы. Все пойдет, все, что было там 2-3 года назад. Давайте посмотрим, как мы тратим деньги. Понимаете, никто ведь не хочет посмотреть. Как тратят сейчас, будут елки использовать наши корпоративные фирмы. Я имею в виду ЛЖД. 50 миллионов уже есть в этом списке. Это другой вопрос. Да, но неважно. Суть не в этом. Я сейчас хочу сказать. Ну, давайте посмотрим, если вы со мной согласны, что Медведев говорил о триллионе год назад, что нецелевой используется и растаскивается. А я сейчас думаю, что больше. Вроде, с одной стороны, все, они научились уже, те недобросовестные чиновники, которые как бы смотрят в карман государства, уже научились изымать деньги оттуда с помощью закона. Понимаете, так подстраиваются. Если раньше шли в лоб и в наглую, вот, то сейчас так подстраиваются, где фирмы подставляют, где еще что-то делают. Главное, пытаются не нарушить закон. Вот что самое неприятное. То бишь, нельзя так просто прийти, вот вы здесь плохо сработали, и здесь государству ничего не сэкономили. Они скажут, нет, ребят, вот бумага, закон мы не нарушили, факс подтверждает наше все. ФАС, я имею в виду федеральная монтепонабольная служба. Я хочу сказать, что это действительно один из источников, но далеко не полный перечень. Это еще и коррупция колоссальная. Мы как были на 127 месте по коррупции, так и остались. Совершенно верно. Мы по-другим. Вот как раз по подключению электроэнергии, доу-бизнес, есть такая организация, когда вот проходит рейтинги, как видеть бизнес в той или иной стороне. Вот мы по электроэнергии, я это подтверждаю, говорю об этом, со 178 места опустились на 117. Вот по стране. Потому что и на своем примере там провожу, потому что подключение сейчас стало гораздо дешевле и быстрее. Три года назад там они просили полтора года, два года. Для подключения в Москве. И колоссальная сумма. То сейчас сумма упала в 5-6 раз, и сроки вообще сократились от 3 до 4 месяцев. Значит, можем, когда захотим? Ну вот кто стоит у штурмала? Мы всегда говорим, понимаете, кто-то за что-то отвечает. Не может быть, вот я не отвечаю, или вернее нет ответственного. Ну вот есть вот человек, который подписывал. Пусть их двое или трое, но они есть. Понимаете эти люди? Почему никто за что не отвечает? Хорошо. Александр Леонидович, ну подключайтесь к беседе. Защищаетесь, по крайней мере... Зачем защищаться? Нападать. Ну в принципе не нападать, а предлагать. Коллега сегодня сказал о том, что в ответ на то, где брать деньги, значит пути известные. Они вот, пожалуйста, это недра, да? Недра, о которых говорил мой коллега. Мы понимаем, на какие грабли мы наступаем. А если мы хотим выполнить вот эти вот указы, если мы хотим, если хотим это сделать, то других путей нет. Другого нет. Пути есть. Например, путь, который предлагали мы, я имею ввиду, наши партии всегда, это введение госмонополии на производство и обороты тилового спирта, как к примеру, там большие средства лежат. Это если говорить посерьезно. Я сейчас не буду говорить о нюансах налоговой системы. Я уже упомянул вот этот, например, налог на доходы физических лиц. Очень много по этому вопросу можно говорить. Но есть в каждой отрасли, если мы возьмем, есть свой резерв. Вот сегодня я занимаюсь в Думе вопросами гармонизации таможенных отношений и ратификации проблем... По таможенному союзу вы имеете? Нет, не таможенному союзу, а именно таможне в Российской Федерации. Мы подписали Киотскую конвенцию о присоединении к вот этой международной системе, где мы должны адаптировать свое законодательство под ту систему, которая существует в международной практике. Те потери, которые идут у нас в этой таможенной сфере, колоссальные. Они считаются миллиардами, не рублей, а долларов. Мы теряем. Наша страна могла бы зарабатывать на транзите. Мы транзитная страна. Мы соединяем Европу с Азией. Мы соединяем Европу с Ближним Востоком. И так далее, и так далее. Это клондайк для нашей страны. Да, логистика, конечно. Логистика, транспорт, транспортная система, создание инфраструктуры. В это во все нужно вкладывать с умом расходы. К сожалению, эти вещи тормозятся. Например, по ратификации того соглашения, которое было подписано правительством по Киотскому, Киотской конвенции не выполнено, не внесено ни одного законопроекта соответствующими ведомствами, которые, по идее, от правительства тормозят, выполнение той программы, которая есть, и тем самым тормозят выполнение вот этого дела. А если нет программы, инвесторы не идут? Никто не хочет вкладывать? Пока непонятно правила игры. Правила игры нет. Если мы говорим о таможне, это целая структура, это транспортные потоки, это терминалы. И везде создаются рабочие места. Везде идет один, два, три. Жалко, что ничего не производят они, они только, опять, услуга. Нет, но тем не менее... Нам же нужно производить... Нет, я правильно, вы правильно говорите. Они создают добавочную стоимость. А, да, создают. Да, да, извиняюсь, создают правильно. Они привлекают инвестиции в это дело и готовы вложиться. Как с одной стороны границ, так и с другой стороны границ, есть инвесторы, которые готовы вкладываться в это дело. Это развитие транспортной системы, как железнодорожного, автомобильного и авиационного. Здесь вот эти вещи нужно наполнять содержанием. Содержанием каким? Содержанием и финансовым, и контентным содержанием. И тогда поедет наш паровоз. Ну, как мне говорили немцы, у вас все хорошо, все замечательно, но порядка нет. Да. Да? То есть на самом деле мы обладаем ресурсами, мы можем сделать то, о чем вы говорите. И самое главное, есть такая так называемая, ну, подушка безопасности, но она почему-то за спиной вот у нас. Мы никак не можем... Примерно, а не спереди, как у всех нормальных, да. Она за спиной. Постоянно мы бьемся вот не о подушку безопасности, а почему-то вперед, там лобовое-то стекло. Понимаете, даже по развитию малого и среднего бизнеса в регионах, там даже пойдут сейчас какие-то определенные помощи, какая-то определенная, ну, не хотят люди, понимаете, сидят губернаторы. Ну, дело в том, что регионы... Ну, не хотят они там, не умеют, не хотят. Регионы остались без денег, по большому счету. Правильно. То, что закладывается в бюджет, это минимальная часть... Совершенно верно. Поэтому они должны создавать у себя... И они же, да, регионы, должны обеспечивать вот эту социальную составляющую. Особенно социальную. Да, вот этих указов. Совершенно верно. А малый бизнес, если не развивается, с чего мы будем собирать налоги-то? Если бюджет выделил, да, а еще откуда доход может быть? Только от малого-среднего бизнеса, находящегося на территории того или иного муниципалитета. Понимаете, кто получил, кто хочет, поставил заводик по переработке сельхозпродукты. Кто хочет, допустим, там, я не знаю, там, мебель делает. Да все, что угодно. Нам надо научиться перерабатывать, как вы говорите. У нас вся таблица Менделеева. Ну, давайте будем ее перерабатывать. Китайцы ведь начинали с чего? Думаете, они сразу корабли, что ли, в космос стали запускать. В 90-е годы мы от них возили текстильную промышленность, фурнитуру, перчатки какие-то дешевые, ткани, обувь. А мы составим сейчас конкуренцию Китаю, вы думаете? А вот как раз о том и говорили, от подключения, о стоимости электроэнергии нам не на чем играть. Понимаете, стоимость у нас выше, заработная плата у нас выше, налоги на заработную плату у нас выше, у них освобождены, кто занимается текстилем, освобождены на три года, вообще ничего не платят. Но у нас нет вообще налоговых льгод для предпринимателей? Но они не дают, понимаете, если вы вступаете в ВТО, один и тот же продукт, говорить даже не о чем, ну вот там, на мне кофта, да, она в Китае стоит 100 долларов, и у нас, допустим, может 100 долларов стоить. Должно быть преимущество, что на сырье, сырье должно у нас быть для своих дешевле. Понимаете, тогда у меня кофта будет стоить 90 долларов, я ее смогу также продавать в Китай. Да, но по большому счету, после вступления в ВТО вы не можете нарушать эти правила игры. А мы их не нарушаем. Сырье-то у нас, электроэнергия наша. Понимаете, давайте успеем поставить несколько электростанций, где у нас будет копеечная вообще электроэнергия. Атомные, давайте еще три атомных поставим, и весь малый бизнес на 20 лет освободим вообще плату энергии. А это занимает, когда круг рисуете, вот понимаете, да, сырье, заработная плата, и в некоторых предприятиях, особенно в легкой промышленности, в Швейнке, половина может стоить электроэнергии. Предприятие энергоемкое. А вы ничего платить не будете. Вы знаете, я еще два слова хотел сказать, продолжить вашу мысль по поводу того, что действительно регионы сегодня оказались в тяжелейшей ситуации, и мы голосовали против бюджета, в том числе и потому, что идет урезание дотаций регионам. Вот я в Тверской области депутат, да, у нас 40 миллиардов бюджет, 22 миллиарда это кредиты, которые мы берем для того, чтобы закрыть дыру в бюджете. И для того, чтобы повысить зарплату учителям, администрация вынуждена была дополнительно взять 3 миллиарда кредита, и сейчас за счет этих кредитов выплатить повышение заработной платы. Процент по кредиту сколько, скажите, вот даже для администрации? Процент по кредиту? Проценты... 15, 20? 15, да, где-то так. Представляете? И для того, чтобы отдавать кредиты, приходится администрации брать. Ну, не важно, мы не говорим про то, что попросить предыдущие. Исполнение майских указов президента под угрозой темы нашей сегодняшней программы. В гостях у нас член Президиума по России, активист Объединенного Народного фронта Юрий Савелов, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Вадим Соловьев, депутат Государственной Думы, член фракции Справедливой России Александр Романович. Ну, Вадим Георгиевич, вы сказали, что вы из Тверской области. Я совсем недавно, буквально, по-моему, на прошлой неделе разговаривал с председателем ЗАГС Собрания. И пишем. Да, да, да. Но суть, да, судя по разговору и по тому, как он отвечал на вопросы, у вас ЗАГС Собрание инновационное, потому что то, что он рассказывал, те предложения, которые существуют у Астерской области, они достаточно интересны. Но вот эти 3 миллиарда, которых вы мне рассказали, они меня сейчас повергли в шок. То есть, по большому счету, с точки зрения экономики, вы загоняете себя еще в большую кабалу. Ну, долгого я бы, конечно. Конечно, конечно. И вы не можете себя даже защитить с точки зрения закона. Я еще не сказал о том, что еще же нужно повысить зарплату педагогическим работникам детских садов, подтянуть ее до уровня общего сада. Там тоже увольнение, кстати, насколько мне известно. Тоже, насколько мне рассказывали, тоже такая же история. Но самое интересное, что представители администрации пришли в муниципалитет города и честно сказали, что в регионе денег нету. Поэтому давайте ищите в муниципалитете. А где муниципалитете? Если там нет ни производства, ничего там. Они так выживают, там пенсии только заплатить и все. Город еще более-менее. Город, да. А муниципалитет еще более-менее нормально тянется. И сейчас вопрос большой возник у депутатов города. А что делать в этой ситуации? Невыполнение указов президента налицо. Либо еще заставлять брать новые кредиты дополнительно. А вам могут не дать им кредиты? Вы считаете, что вам постоянно будут давать кредиты? Пока идет за счет того, что за счет кредитов идет погашение предыдущих кредитов. А вот это пока как свежий ком. Да, да, перекредитация идет. Пока еще дают банки, а потом остановятся, не будут давать. Может такое произойти. Может быть и до этого дойти. Так и будет. А в отношении наших менеджеров эффективных, в том числе и в Тверской области, я хочу сказать, что действительно ребята интересные, умные. Предложений у них много. Но, к сожалению, за конкретными предложениями очень мало конкретных дел идет. Поэтому, если вы знаете, 23 ноября в Твери прошла массовая акция с требованием отставки губернатора, в которой участвовала вся оппозиция. И поводом для этого в том числе было и как раз невыполнение указов президента по заработной плате медикам, образованию, по переселению аварийного ветхого жилья и африканская чума свиней, которая выкосила практически все свиноводство в Тверской области. Ну, это не только в Тверской области. Да, но дело в том, что компенсацию администрация вынуждена была снизить за килограмм живого веса. И фермеры стали практически на грани вымирания. Это как раз тот малый бизнес для нашей области, который сам себя окупает, от государства ничего не просит. Да, и они этим живут. Там проблема существует еще и с землей, насколько мне известно, чтобы создать фермерское хозяйство. Не факт, что ты получишь эту землю. Вот как раз все это и происходит. Государство никому ничего не дает, понимаете? Чтобы вам землю открыть, фермерское хозяйство, скажется на словах, пришел, написал заявление, иди работай. Нет, ой, там столько пунктов, столько инстанций надо пройти, а помощи никакой. А в указах президента еще написано о том, что семьям нужно выделять землю для строительства. И здесь вопрос есть как раз с тем, что земли нету, оказывается, в нашей улице. Она вся раскуплена. Она уже скуплена. И стоит под парами, знаете, когда приходит туда кому-то земля нужна, вы уже не купите, я имею в виду администрации, вы его купите у частного человека, который ей владеет. Он вам выделит. Есть другой закон. Как изымать. Да, да, изымать. И уже опробованы. Да, другого пути, наверное, и не будет. К этому придут, так что люди должны об этом знать, что вот они даже если скупили землю, я думаю, что... Московская область тоже земли же нет. Равьев пришел, а предприниматели проходите там фабрику построить или что-то. А где вы дадите там не полгектара земли, а на гектар? Сложно найти. Да, ее нет. Ну, давайте тогда, из каких факторов все-таки складывается невыполнение этих майских указов? Много факторов. Много факторов, но наверняка есть ключевые, которые нужно решить. Вы знаете, я хочу сказать, вот в нашем понимании Компартии Российской Федерации все упирается в правительство, в состав правительства. Это уже политические заявления, а мне нужны экономические. И хочу сказать о том, что вы ведь знаете, что мы рассматриваем вопрос, постановки вопроса об отставке этого правительства, именно в силу того, что тот курс, который оно предлагает, он не в состоянии обеспечить выполнение указов президента. Поэтому нужен смена курса. А смена курса, это значит смена людей, которые осуществляют этот курс. А готовы ли? Да. Давайте все-таки попробуем это, посмотреть, ну, правде в глазами. Это действительно есть указы, которые тяжело выполнить. Вот зарплаты сейчас по Тверской области. Мы уже поняли, что тяжело, есть указы, которые невозможно выполнить, есть указы, которые можно выполнить. Вот давайте рассматривать в трех плоскостях. Понимаете, те, которые можно выполнить, нужно было выполнить еще там год назад, а по ним сделано минимум. Вот за это нужно, конечно, наказывать. Не знаю как, но наказывать нужно. Те, которые мы, но не можем полностью выполнить, да, давайте как бы скажем, Мы можем хотя бы подступиться. Да, подступиться, что-то сделать. И те, которые практически невозможно. Нельзя. А вы знаете, как сейчас будем? Я не защищаю никого. Мы просто будем говорить. Возьмем вот этот край, где невозможно практически выполнить. По ряду причин. Зарплаты нет. Ну нет в бюджете деньги. Это губерния. Ну нельзя поднять. Ну нет, допустим. Чтобы поднять, нужно для этого сделать вторую середину. Тогда за счет этого мы поднимем зарплату. Вот это разделим на три части. И тогда мы будем действительно правдивы по отношению к себе, по отношению к правительству. Вы знаете, а я считаю, что многие, большинство из того, что президент поставил задачу, выполнить можно. Если сменить курс социально-экономического развития государства. Потому что если не менять и двигаться по тому курсу, который показал себя полным банкротом, большая часть положения указов президента не будет выполнена в этой системе. Вы хотите сказать, что сейчас курс не социально-экономический? То есть не направлено? И бюджет не направлен на социалку? Вообще? Ну что такое социалка? Ну вы знаете, как у нас сейчас вот Караулова была передача. По 160 миллионов, кстати, в вашей Тверской области, о чем говорили, в больнице. Я город могу сейчас вспомнить, не буду говорить. На 160 миллионов на складе лежит оборудование медицинское. Они не могут его использовать. Никому ничего не надо. Нет, они не знают. Конечно, кто-то спросил, но я об этом, кто-то его купил. Вот вы меня спрашивали. Вы меня спрашивали, кто за это оборудование. Как раз таки мне и говорил. Вы меня спрашивали, кто за это отвечает. Ну кто-то свою подпись поставил, вот он отвечает. Вы спрашиваете. А он тоже выполнил указ президента. Он купил новое оборудование для больницы. Стрелять надо, если так выполняется указ за президентом. Не знаю, что левая и левая, к сожалению. Нет, знают. Человек подписал, оборудование у него лежит. Кто-то за это несет ответственность. Почему в нашей стране за это как раз никто не несет ответственность? Ну это опять же к тому указу, который появится. А, появится указ. Да, да. Какая ответственность? Это не только Тверская. Тверская как пример. А там еще на Урале этого оборудования куплено медицинского стопа. Ну закон, да. Это гораздо... Персональная ответственность. Конечно. Мы говорим сейчас о персональной ответственности. Чтобы нельзя было на замы спихнуть, да, там на замы-замы, чтобы этого не происходило. Если возглавляешь в министерство, знаешь, ты отвечаешь. Ну вот если говорить об ответственности, да, еще год назад, по-моему, Минобразование и еще какое-то министерство уже получили выговор. Да, природных ресурсов. Да, 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 природных ресурсов. Вы знаете, я бы сейчас хотел немножко в другую сторону развернуть наше обсуждение. Вот коллега высоко планку поднял, когда говорил о смене политического, экономического курса. Я здесь немножко приспущу планку и обращу внимание вот на следующий фактор. Кто у нас несет ответственность, да, вот за принятые решения? Несет ответственность партия руководящая. У нее большинство в парламенте, у нее большинство во всех парламентах субъектов. Ну, практически везде. Принимается решение... Правительство ихнее. Правительство, значит, вы знаете, но уж кто берет власть, да, выиграли выборы, да, отвечайте за то, что происходит. Ну, по-другому не бывает. Вот как бы мы... Но вы хотите коалиционное правительство? Да я не хочу коалиционного правительства. Вы говорите об ответственности. Вот сегодня ответственность за принять... Мы на прошлой неделе обсуждали в Государственной Думе вопрос о детях войны. Ну, это тоже имеет отношение тоже к этим указам. Дети войны. Десять законопроектов, представленных различными депутатами, различными фракциями. И все эти десять законов были отвергнуты. Почему? Они не проголосованы. Они получили большинство разницу в девять голосов. Да, пятый раз проваливают наш проект закон о детях войны, который коммунисты внесли. Так вот сегодня... Без объяснения. Но не только коммунисты, имеется в виду те, которые поступили от неправящего большинства. Ответственность на ком за это будет лежать? Через три-четыре года, через пять лет будет лежать ответственность на партии большинства, на Единой России. Я не хочу... Но Единой России, это размытые понятия. Единой России. Не, минуточку. Политическая ответственность. Я говорю о политической ответственности за принятие того или иного решения. Да? Это же объективный факт. Я думаю, коллеги со мной согласятся. Но многое еще зависит от каких-то конкретных людей и решений, которые принимаются. Я могу привести в пример Московскую область. Я сам из Московской области. Ситуация, в которой оказалось сегодняшнее руководство Московской области, до этого Сергей Шойгу, сейчас Воробьев, она непростая. Потому что в течение, ну, Московской области... Она очень острая и напряженная, на самом деле. И там для того, чтобы разобраться, не один год потребуется. И не... Не надо таких слов, не один год. Вы сразу даете им отсрочку администрации. Нет, серьезно говорю, вы начинаете понимать, будем ждать три года. Что же это за прессионализм? Что же это за прессионализм, три года? У нас коммерция в бизнесе, не бывает слова три года. И вот сейчас мы как раз... Я не сказал три года. Вы сказали годы. И сейчас мы как раз приходим к тому решению, которое может быть принят. Мы все будем ждать. Ну, вот вы собрались. На нас еще пахать и пахать можно. У нас осталось мало времени. Я просто хочу сказать, что раньше в Московской области, ну, не раньше, вот до сегодняшнего момента, на содержание госаппарата тратилось 18 миллиардов. Сейчас будет тратиться меньше. Почему? Потому что происходит реформа административная. Укрупняются муниципалитеты. Убираются лишние управленческие звенья. Я уверен, и в программе Воробьева, когда он избирался губернатором, в моей программе, когда я был кандидатом, та же самая задача стоялась. На этом можно сэкономить деньги для того, чтобы пустить их на ту же повышение зарплат преподавателя. А еще привлечь профессионалов. Это очень важная задача, которая может решаться не только в Московской области, но и везде в остальных местах. Это задача, которая по экономии средств, которые выделяются на государственные, муниципальные, региональные управления. Можно сделать вывод, что невыполнение этих указов к 23 декабря, это уже очевидно, приведет к тому, что нас ждут некоторые изменения в политической области, скажем так. Мы надеемся на это очень. А я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо, это была программа «Парадокс». До встречи.